Апостол Павел говорит Сегодня Христом И вот мы должны гордиться И сами это же исказили Получается И как бы мы являемся Получая из-за этого лжесвидетелями В Библии написано Что когда Дух Святой сведет на нас Мы будем свидетелями по всей земле Но какими свидетелями это уже вопрос Еще хочу сказать Как это делается не словами Если вы заметили Он в примере Сергея Он много опыта у него С этим видно Поделился И вы знаете Он не говорил никто так Но дела Дела Наши дела Они Они говорят громче наших слов И Ими мы сегодня Говорим Что есть христианство Кто-то говорит Пошли в бар А ну вот они такие верующие Милиционер останавливает пьяного Говорит я верующий Я верующий Понимаете Дела говорят громче нас Амин И мы там дальше Потом еще коснемся Более Как это поменять Именно чтобы мы не были В неправильную сторону Христианами Амин У кого-то был вопрос На засыпку У кого-то был Такой экспириенс Когда В вас сталкивалось Сталкивались Ну что Нехорошее слышали от христианства Или хорошее Какой с вашей стороны Что вы слышали Ну именно От других людей Что говорили вам о христианстве Кто-нибудь Сталкивался с таким вопросом Приходилось Встречаться Ручку можете поднять Мы вам подойдем Микрофон дадим Ну ато Когда я был в школе Некоторые мои друзья Я не знал Они сделали Такое Но некоторые люди Которые мне сказали Они сказали «Эй, после школы Мы идем туда И мы идем Смокать Дроги Ты хочешь Возьмать Я говорю Нет, нет, нет Я не могу Я не буду Делать Такое И они сказали Ох Стоп Я говорю Я говорю Микрофон дадим Я знаю, как я радуюсь Я знаю, как я радуюсь Такое Мы делали день, сели и посидеть, но подъезжают пацаны, они были посадочные, курят, у них пиво в руках, и начинают с нами общаться. И, ну, это было не комфортно для нас, поэтому мы пытались игнорировать и продолжать ходить, но они не оставили нас alone. И потом они начали слышать песню Мести Эдвардси, и, вы знаете, все знают песню, «Я буду прыгать», «Я буду прыгать». Было ли такое в жизни, когда мы были плохим экземплом христианства? Пока ты думаешь, я просто расскажу мой пример. Ты знаешь, не всегда ты… Я всегда назывался… Я родился в христианской семье, ты знаешь, и всегда назывался христианином. Мой папа был регентом в хоре, я даже басом пел в хору, и был очень прилежный, спокойный, стесительный парень. Знаешь, но когда я выходил из церкви, эта ситуация менялась, и я хочу сразу сказать, что это неправильно, и это не то, чем можно гордиться. Многие люди, они рассказывают эти истории, как что-то такое, как Наполеон что-то завоевал, знаешь, это не то, о чем можно гордиться. И сама жизнь, она была такая, что мы с пацанами, зарплату получишь где-нибудь, купишь хороший вид венца, отпразднуешь, идешь по городу, вдруг едет пастор у тебя в руках банка пива, длинные рукава резко спрятал, прошел, пастору помахал, идешь дальше, знаешь. И вот такая была жизнь, вот таким мы были экземплом христианства. И, ты знаешь, такая жизнь, она просто, я думаю, что она причиняла даже боль Христу, когда мы, называясь христианами, вели такой образ жизни. Амин. И мы сейчас как бы рассказываем о том, какое в наше время христианство, да, и кто может сказать еще что-нибудь со своего экспириенса, покаяться и раскрыть душу свою. Да, есть этот шанс. Петя, не хочешь что-нибудь сказать? Я скажу, если никому что-нибудь сказать. Можно, да? Давай, давай. Ну, например, из моей жизни, как, я всегда, я тоже родился как в семье христиан, мой отец миссионером был, но я до сих пор, я помню один момент, когда, я помню, мои друзья, мы жили в одном поселке в Подмосковье. И самое интересное, ну, у меня было три хороших, два хороших друга, это там, его называли Джан одного по-американски, а другой Миха был. И я с ними провел около трех или четырех лет, наверное, вместе. Мы ходили в школу, и самое интересное, что мы всем занимались, ну, чем только, ничего только не творили на улицах. В России, как знаете, там, и били стекла, и, короче, и все делали. И ходили, кто знает куда, и людям какие только плохие вещи не делали. И самое интересное, когда я переехал, я, ну, мы переезжали часто, я был два года или три года где-то с этими друзьями, я переехал в другое место, переехали. И через два года я вернулся просто посетить их. И я помню, когда нам было по 12 лет, 13 лет, мы просто ерундой страдали. Мы лазили везде, людей доканывали. И такая жизнь была. И я вспомнил эту жизнь. И я вспомнил одну вещь, что, как я себя показал, что я даже вспомнил, что я ни разу не говорил, что я верующий. Что я ему даже ни разу не сказал, что я был в семье верующих, из семи верующих. Может быть, он как-то видел, но из моих слов он никогда этого не слышал. И когда я приехал, я очень сильно меня шокировала одна вещь, потому что он настолько поменялся, он был самым моим лучшим другом. И когда я увидел его стоящим в подъезде, берущим сигарету и засовывающим между двумя пальцами, и так берет, и затягивал. Я так удивился, думаю, ты что, серьезно прям в легкие добираешься? Он говорит, да, а что? Говорит, это классно. Я ему говорю, Миха, тебе надо бросить, это же тебя убивает. Он говорит, да я знаю, это так прикольно, говорит. А потом я увидел, как они еще хорошо там выпивают с друзьями. И я в себя вспомнил, что я был вместе с ними, и мы были еще в той обстановке, когда они этим занимались. Я не занимался этим, и он тоже со мной этим не занимался. Но мы видели ребят, которые этим занимались постарше. И когда мы повзрослели до этого возраста, 16 лет, когда я приехал посетить его, я увидел, что он полностью поменялся. Я скажу, я хотел ему что-то сказать, но ему все равно было. И это был как бы мой пример. До меня до сих пор это как бы тяжит, потому что я знаю, что сейчас его жизнь погибает. Я не знаю, чем занимается. Пьет, курит, у него там жизнь безразличная. Я знаю, что я не повлиял. Вот мой был пример христианина. То есть я ему не сказал, когда было время. И сейчас, конфешн, как бы там, я понимаю, что это была моя ошибка, что я ему не говорил даже. И он даже никогда не знал, что я был кем-то, верующим или кто-то. Я никогда даже не сказал.